вот наш портель вот решено было его заделать вот так красиво шумку раз крыша разобранная еще не целиком вот провали и есть как называется этот материал сереж где тут написано на коробке на какой вот на этой лип лент какой-то вот реклама нельзя давать но я дам вот такая вот штука она интересная вообще во первых она легенькая золотинкой тоже сама при достаточно легкая и липкая как от резина как жвачка в какой-то степени такая вот красота и достаточно легкая вот и как бы не утяжелять крышу и будет нормально так вот так что нет худа без добра или как-то так вот раз уж чего можно доработать после завода а то тут он все голая и все босса хочется и шумку сделать чтобы было в машинке поприятнее кататься о красота вот она наша крыша все проклеена вот начало и до начала очень даже аккуратненько все получилось еще хозяин вот эти стыки залеплю скотчем вот этим на всякий случай если вдруг допустим он растает расплавится вон не протек ну чё я думаю это не лишнее тем бляша долго это делать не приходится так что теперь обесчумленная крыша доработанная опера будет потише и движется к финишу заклеил хозяин сам крышу тут кое-где мы еще подефектовали тут вмятинки понаходили потому что не все и не всегда чтобы можно сразу просмотреть даже в лампу тут десять раз и так смотришь 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 и Вот, вот здесь на двери тычок нашелся, уже то у нас были вот здесь и здесь, теперь вот здесь, ну и где-то вот здесь вот на задней стойке тоже вот полосатом, как говорится, вот он экранчик, отраженка, тоже немножко что-то вот здесь бликует. Вот, надо это все доделать и потом уже собирать машинку, собирать салон и, как говорится, в бой. Вот, ну и начнем потихонечку. Интересно, дошел ход до крыла, опять же, и начались приколы. Сейчас попытаюсь снять, вот она вмятина, явно не град. Ну то ладно, вот она, пошло. Тынь, 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 тынь. Вот. Сейчас попытаюсь снять. Зараза, лампа как раз как-то засвечивает. И вот они видны. Знаете, на. Вот они, вот они. Вот сверху, снизу, еще ниже. Вот, как пострелянное все крыло. Но, еще раз повторюсь, тут настроить, чтобы свет был, и держать, и снимать. Вот, как-то не очень получается. Но, крыло пострелянное конкретно. Вот. Ну, вроде доступ есть, сейчас будем воевать. Вот, видно. И рядом пошли мы дальше. Вот они. Наши умятинки. Так, хорош. В общем, неожиданно поставил лампу. Я дефектовал крылья. Тут вот так. Все попобито. Получается градом. Удивительно, но факт. Вот. Теперь надо делать, конечно. Нашу. Попытаюсь. Сейчас. Ну вот, подбирал ямы, потом поставил вертикально. Я увидел вот такой вот залом прям на крыле. Явно он тут не должен быть. Надо сейчас его чуть-чуть подаккуратить. Потому что это не дело. Вот. Лишний раз говорит о том, что надо проверять себя. Переставлять лампу постоянно. И смотреть. Потому что вот такая красота. Она как бы вроде и не видна, но делать надо ее. Вот так вот. Ну, здесь еще надо разровнять. Вот. Так что не только вмятины и град. Бывает. Все бывает. Ну, вот еще раз убеждаемся в том, что вот такой кусок железяки практически решает все вопросы. Вот. Залазит куда угодно и работает очень даже хорошо. Конечно, прям все красиво не получается, но потихоньку-потихоньку все выводится туда, куда надо. Кстати, посмотрел, блин, на этом крыле. Такая же фигня. Может быть, завод, поэтому я не стал там особо вот эту вмятину. Такой плавный залом идет вот так вот по крылу. Вот здесь. Может, так и надо. Хрен его знает. Ну, как бы рисковато несколько. Но я его чуть-чуть, чуть-чуть поднапряг, поднаправил. Ну, такой же и оставил. Он точно такой же на другом крыле. Так что, дабы очень много не залазить в дебри. Чуть-чуть он тут еще остается. Вот. Я не стал там особо зверствовать. Вот она эта фигня. Получается, здесь как бы усилитель. На краю усилителя вот эта вот складка пробила. Я ее тут дергал-дергал, и не подлезешь в металл, не пускает. И сверху то же самое. Там двойной металл. Вот. Никак она не хочет выходить. Ну, и хрен с ней. Брошу ее, и все. Я уже достаточно понятился. Опять же, она тут такого размера, как будто ногтем поцарапана. Здесь тоже вот вмятинка вроде небольшая была. Да что ж такое, она настраивается. Вот здесь, пожилоно. Вот еще один инструмент по ходу пьесы изобрелся. Вот. Может, удастся мне снять сейчас я. Не перехватывает камера. Вот я глажу. И очень даже эффективно. Вот такой вот инструмент. Подвес. Сейчас на свет выйду. Подвесик. На нем вот эти вот краешки тут как бы уже подзаглаженные. Вот. И такой вот палкой-забивалкой можно очень хорошо, очень даже эффективно вот этими краешками или плоскостями, вот этими местами. Очень даже хорошо работает. И как тычком, и как гладилочкой. Вот так. И довольно очень даже хорошо вышло. Вот. Попытаюсь я снять. Здесь вот на этом месте было прям так неспокойно, некрасиво. Сейчас уже более-менее. Вот здесь вот еще маленькая вмятинка. И тут чуть надо подпробить. Ну, уже по сравнению с тем, что было, это так. Детский сад осталось подправить. Капот домучил, доделал. Вот, конечно, кое-где оградины такие упали. Вот я снимаю, что ничего не поделаешь, что тут три градины упало. Вот. Раз, два, три. Вот. И еще там 3-4 штуки таких есть, противных. Вот она. Где-то там еще. Ну, а так, в общем, уже как бы нормально. Ну, и машина. Вот, собрана уже вся. Салон собран. Салон, потолок, все тут собралось уже. Все стоит, все моргает. Так что, в принципе, снимать смысла нет. Разборку мы снимали, показывали. Вот. Остальное все. Все стоит на своих местах. Обшивки, обивки. Вот. Все нормально. Так что, вот, не будем повторяться. Сейчас осталось навесить капотик. Ну, тут загнал машину, так сказать. Опять же, там, там, там посмотрел. Вот еще нашел три места. Надо подклеиться. Чуть-чуть поддернуться. Я думаю, все получится. И вот там еще надо. Я ее оставил. Приедет товарищ ко мне. Острая вмятина. Вот. И он ее сделает. Будем делать хот-боксом. А как же ж. Ну, по капоту тут, как бы, в принципе, все нормально. Есть только места. Я еще раз говорю, что там уже, как бы, очень сильно потянутый металл. И я, как бы, старался-старался. Ну, можно делать час, два, десять, двадцать, тридцать. Ну, уже, если, как бы, как ни делай, ни старайся, не получается. Смысл там уродоваться. Вот. Во всяком случае, то, что было, то, что стало, тут все понимают. Как бы, чудес не бывает. Поэтому, вот, сейчас доделаем вот эти три вмятины. И сейчас приедет товарищ, и мне поможет. Вот там, стою остро, и вмятина немаленькая. Видео я тоже сниму. Опять же, по ход боксу, как он работает. Всем нравится, всем интересно. Вот, цат взбудоражил всю страну. Ребята из САТО, вам привет. Вы тут всю страну на уши поставили своим прибором. Ну, вот. Итог. Так сказать. Наших всех телодвижений и напрягов. От стенки, от рожонки, если бы вмятины были, их бы, естественно, было. Ну, тут уже, вон, листва летает, всякие козявки. Так что, процесс пошел. Вот эта вот деталька была пострадавшая сильно, удивительно, от града. Даже на крыше менее часто было, чем вот на этой деталюшечке досталось ей от града. Да, и здесь было тоже. Здесь вот у нас были моменты. Тут, вот тут было. Смотрим, вот капот у нас. Вот, и стоечка. Ну, опять же, крыша. Брысь! Всякие тут животные уже лезут. Ну, вот и все. Финиш. 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 Продолжение следует...